Еще один неактуальный мирный план. На сей раз от Индонезии. Министр обороны Индонезии Прабова Субианта предложил мирный план по урегулированию вооруженного конфликта России и Украины. Субианта призвал к прекращению огня созданию демилитаризованной зоны путем отвода военных обеих сторон на 15 километров от передовых позиций. Демилитаризованная зона должна перейти под наблюдение миротворческих сил ООН. Кроме того, Индонезия убеждена в необходимости проведения референдума ООН, чтобы объективно выяснить волю большинства жителей различных спорных территорий. В прошлом году президент Индонезии совершил визиты в Москву и Киев и предложил выступить посредником между сторонами. Тогда Индонезия была председателем Большой двадцатки. Есть ли шансы у миротворцев? Комментарий Георгия Бовта. Предложение Джакарты вызвало предсказуемую реакцию Киева, резко отрицательную. Представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что между Украиной и Россией нет никаких спорных территорий, где нужно было бы проводить референдумы. По его словам, речь может идти только о выводе российских войск с территории Украины, а прекращение огня только даст в России возможность выиграть время. Еще категоричнее была реакция министра обороны Алексея Резникова, который заявил, что странный план Индонезии звучит как российский. Нам нужно выиграть эту войну, после этого мы будем вести переговоры с кремлевским режимом или новым лидером, отметил он. Зато подобная реакция избавила Москву от необходимости давать какие-либо собственные оценки индонезийскому плану и не портить тем самым отношения с Джакартой. Поскольку если давать этому плану оценку, то надо было бы как-то отнестись, в том числе к идее провести повторные референдумы под контролем ООН на территориях, которые Россия уже записала в Конституцию. Относительно многочисленных мирных предложений, которые кто только теперь не выдвигает, Кремль придерживается в последнее время такой позиции, что, мол, в принципе не возражает против иных методов, кроме военных, для достижения поставленных целей СВО. Или, как выразился пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, нам надо доделать свое дело до конца, у нас нет альтернативы. Такая формулировка не предполагает подробно вдаваться в детали, поступающих извне мирных предложений, количество которых, как признал тот же Песков, заметно выросло, но все они носят абстрактный характер. Категоричность Киева в том, чтобы отвергать любые подобные планы, решительно поддерживают его западные союзники. Как заявил комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, касательно индонезийского плана, Европе нужен справедливый мир, а не такой, который зафиксировал бы поражение Киева. Правда, на Западе растет и некоторая беспокойность, связанная с тем, что страны Азии, Африки и Латинской Америки рассматривают конфликт между Россией и Украиной не как мировую проблему, а всего лишь как очередную европейскую войну, которая их непосредственно не касается. И в этой связи вовсе не спешат сесть в одну лодку с западной коалицией союзников Киева. Те же делают ставку на контрнаступление ВСУ, после которого, возможно, будут корректировать дальнейшую политику. Однако, даже в случае неудачи этого контрнаступления, вряд ли речь пойдет о сокращении поддержки Киеву, скорее наоборот, будут готовить следующее контрнаступление. И так может продолжаться еще много лет, поскольку главным для коллективного Запада по-прежнему является принцип абсолютной политической неприемлемости поражения Украины. По этой же причине недавно был встречен с нескрываемым скепсисом и китайский мирный план, в котором заподозрили намерение закрепить за Россией вновь обретенные территории. У Индонезии, конечно, был свой опыт миротворчества на своей же территории. Речь о Восточном Тиморе, который после провозглашения независимости от Португалии в 1975 году был оккупирован Индонезией. После чего на урегулирование конфликта и обретение окончательной независимости ушло более четверти века. Так что быстрых решений в таких случаях не бывает. Российско-украинский конфликт плохо подходит под эти лекала. Как не подходит он и под сравнение с корейским конфликтом. Начать хотя бы с того, что прежде чем война в Корее закончилась прекращением огня и заморозкой на долгие десятилетия, решающие слово в военных успехах северян, сказали миллион так называемых китайских добровольцев. Да и нынешний режим прекращения огня во многом сохраняется благодаря присутствию в Южной Корее примерно 30 тысяч американских военных. На самом деле на Западе не хотят допустить еще одного замороженного конфликта. Это надо наконец признать как данность. Там хотят решить Украино-российскую проблему раз и навсегда. Украина встретила очередной мирный план резкой активизации военных действий, прежде всего на Запорожском направлении. Возможно, речь идет о попытках начать то самое контрнаступление. Одновременно не прекращаются массированные обстрелы, но также уже и вторжение все более многочисленных диверсионных групп в приграничные с Украиной области. Прежде всего в Белгородскую, где периодически вспихивают настоящие бои и идет эвакуация населения. В минувшие дни ожесточенный бой произошел в Новой Товолжанке, где прорвавшиеся со стороны Украины силы попытались даже закрепиться. Появилась и новая, весьма символическая информация. В украинских пабликах было обнародовано видео 22 мая, на котором показано вторжение членов так называемого Польского добровольского корпуса в ту же Белгородскую область. Нельзя исключать, что это видео станет пророческим. И уже в обозримом будущем военные одной или нескольких стран НАТО могут непосредственно вступить в украинский конфликт, уже не в роли наемников. На текущий же момент никакие мирные планы и мирные предложения, выдвигаемые третьими странами, не представляются актуальными.